Победа в этом воздушном бою В дни Великой Отечественной войны авиация флота стала первой, кто нанес удар в самое сердце врага Собственной авиацией располагает все четыре флота России Балтийский, Северный, Тихоокеанский и Черноморский Большое разнообразие рабочих профессий в промышленном производстве привело к появлению общенародных отраслевых праздников К которым относится и День Металлурга Этот профессиональный праздник важен для всех, кто создает из металла настоящие чудеса В канун празднования Дня Металлурга объединяются рабочие разных профессий От Столивара до начальника цеха Ведь профессию металлурга легкой не назовешь Поэтому в профессиональный праздник работников металлургической промышленности Все с особым чувством поздравляют ее славных мастеров Липецк расположен на двух берегах реки Воронеж Первые упоминания о Липецке относят к 1284 году Хотя и говорится, что это дата разрушения города врагами Основание же его неизвестно На месте разрушенного города существовало долгое время село Малые Студенки Липск В 1703 году Петр I издает указ о строительстве железоделательных заводов для нужд российского флота и армии От этой даты принято отчитывать историю города День города отмечается в 3 воскресенье июля Расстрел царской семьи был санкционирован Советом народных комиссаров и в ЦИК В соответствии с этим решением Уральский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов На своем заседании 12 июля 1918 года принял постановление о казни В ночь с 16 на 17 июля 1918 года бывший российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, их дети, доктор Боткин и три человека-прислуги Были расстреляны в доме особого назначения особняке Ипатьева в Екатеринбурге Сталинградская битва стала одним из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны 17 июля 1942 года со Сталинградской стратегической оборонительной операцией начался первый этап битвы Он продолжался до 18 ноября 1942 года В ожесточенных оборонительных боях, развернувшихся в Большой излучине Дона, а затем в районе Сталинграда и в самом городе Была сокрушена наступательная мощь врага и были подготовлены условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление В 1993 году было открыто уголовное дело об убийстве царской семьи 17 июля 1918 года По распоряжению правительства Российской Федерации была создана комиссия по изучению вопросов Связанных с исследованием и перезахранением останков российского императора Николая II и членов его семьи 17 июля 1998 года в 12 часов началась церемония погребения Президент России Борис Ельцин выступил с речью На церемонии присутствовали члены правительства Российской Федерации, общественные деятели, деятели науки и культуры и более 60 членов Дома Романовых